Я и мой хвост. Учимся понимать живот. Ну, а зоопсихология, как о тяжелой науке, такой, я думаю, не стоит здесь говорить. А простым языком, о простых вещах можно будет рассказать нашим зрителям. Тем более, я думаю, люди нуждаются в этом. И все-таки вот начнем с этого понятия зоопсихология. Так как вы позиционируете себя в том числе как зоопсихолог, что это такое? Ну, основателем зоопсихологии является австрийский ученый Конрад Лоренц. Он написал, я вот зрителям порекомендую, эта книжка такая интересная, вообще, почитайте ее. Написал такой научный труд, называется «Человек находит друга». Ну, на самом деле, это научный труд, написанный очень простым языком. Книжка читается легко, на одном дыхании, но можно за один вечер прочитать, где Конрад рассказывает о том, как думает собака, для того, чтобы не было непонимания между владельцем собакой и самой собакой. Как произошла собака, с какие корни она едет, как выстраивались с древними людьми вот эти вот взаимоотношения между человеком и собакой и в результате, к чему мы пришли. То есть, зоопсихология, если опять же взять простым языком, говорить на эту тему, то это наука, которая учит человека понимать, как думает животное, для того, чтобы правильно построить отношения. Ну, вот именно этому и посвящена наша рубрика «Учимся понимать животных». Причем будем говорить не только о собаках в дальнейшем, наверное, да? Вы же ведь и дрессировщиком в цирке работали. Я работал ассистентом дрессировщика. Знаете, дрессировщик – это такой гуру, который может позволить себе сидеть в зрительном зале и ассистентом показывать пальцем, что нужно делать с животными. То есть, он может даже не быть в прямом контакте с животным, но обладать определенными знаниями. Я работал под руководством очень знаменитых дрессировщиков, поэтому этих знаний нахватался достаточно много. И плюс еще база Кемеровского госуниверситета, биологического факультета, поэтому мне этого хватило. И вот именно работу с хищными животными я переориентировал на работу с домашними собаками. И это дает очень хорошие результаты. Мы уже про еду начали говорить. Это вопрос, который интересует практически всех владельцев животных. Все-таки сухой корм, либо кто-то супчики до сих пор варит. Что лучше? Как правильно, как сбалансировано? Ну, смотрите. Естественно, натуральное кормление – это такой естественный вид. Натуральное – это, имея в виду, продукты питания, когда вы варите, готовите, что-то режете. Ну, здесь сложность заключается в том, что правильно подобрать именно тот баланс. Допустим, вы должны обладать еще дополнительно какими-то фармакологическими знаниями. Ну, допустим, кальций не воспринимается без витамина D. То есть, в период роста щенка формируется скелет, необходим кальций. Если вы будете без витамина D его давать, жирорастворимого витамина D, он как вошел в организм, точно так же и вышел, он не будет восприниматься. Поэтому, ну, как таковую мелочь вы это должны знать. Не все виды крупы воспринимаются, опять же, собакой. Углеводы не перевариваются собакой. То есть, это все вы должны знать. Поэтому в этом заключается сложность натурального кормления. Я предпочитаю кормление с сухими кормами, но, опять же, не всеми сухими кормами. Они тоже там делятся на ряд категорий. Это бюджетные корма, да, есть там супер-премиум класса, премиум класса корма. Вот, есть корма холистики. Я вот кормом голосе итальянским, допустим, кормлю. Это, ну, хороший корм. Тем более, вот у меня Акбар, у него проблемы дисплазии тазобедренного сустава. В этом корме присутствуют уже контрпротекторы, которые положительно сказываются на суставах. Вот, то есть, здесь тоже нужно знать вот эти все мелочи, все вещи. Вот, ну, хороший корм. Лучше, я, если вы не знаете как, то лучше кормить сухими готовыми кормами. Это могут быть консервы, влажные готовые корма, да. Вот, ну, какими-то готовыми. Потому что комплекс минеральных веществ, витаминных веществ, он уже там научные лаборатории какие-то работали над этим. И все сбалансировали для животного. Есть корма, которую вы бы не советовали? Ну, видите, тут, Мария, тут тяжело не советовать в плане того, что... Я канал свой начинал, знаете, для людей, которые не могут себе позволить индивидуального тренера. Да. Вот, потому что не все мы в состоянии оплатить это все. И корм, допустим, который стоит там 12 тысяч рублей, да, там, если у вас крупная порода собаки, допустим. Ну, это же не каждый еще и потянет. У кого-то зарплата такая. Вот, естественно, корма бюджетного класса, ну, не будем называть их сейчас, да, все знаем. Вот, они содержат и вкуснители всевозможные, и консерванты всевозможные, да, красители. Вы когда открываете пачку корма, видите неестественный такой яркий цвет. Оранжевый, красный, да, мимитирующий мясо. Вот, это уже, знаете, как сигнал такой. Я же вот опять же вот хочу вернуться к этому корму Голосик, который я беру. Вот, он именно натуральный, именно по ценовой политике он достаточно такой приемлемый. То есть, это не холистик корм, это супер премиум классный. Он изготовлен в Италии. Вот, поэтому, ну, там видно, сразу открываешь хороший корм. Вот, поэтому готовые корма, они все-таки, я считаю, что они проще для кормления, и они лучше. Вот. А при этом витамины, минеральные вещества дополнительно, ну, например, в период витаминоза, как сейчас мы, весной, надо собаке? Смотрите, если вы кормите собаку готовыми кормами, то готовые корма уже весь комплекс суточный содержит. Я же почему говорю, тяжело, тяжело заниматься с собакой, когда уже суточная доза определена, а вы начинаете лакомствами какими-то подкормливать ее. Вот, поэтому лучше не надо этого делать, потому что как гипервитаминоз очень вреден для организма, так и гиповитаминоз вреден. То есть, когда много витаминов, можете не рассчитать, дать дополнительно, да, и не рассчитать. И потом придете к тому, что у вас собака в шерсть терять начнет, допустим, выпадание шерсти у нее будет сильное, потому что вы избыток витамина дали. И то же самое может быть и с недостатком витамина. То есть, если, допустим, натуральным кормлением, вот некоторые кормят собаку чистым мясом своим. Все, вот мясо, все, волк ест мясо в природе. Сырое мясо, да? Сырое мясо, да. Да, ну, вы поймите тоже правильно, помимо сырого мяса, волк еще там травку какую-то кушает, да, он кожу кушает, он волосы кушает, да, которые содержат тоже определенные вещества. И в результате люди, которые кормят мясом, допустим, получают белковую интоксикацию, да, опять же тоже выпадение шерсти. Вот, что тоже не очень хорошо. Поэтому корм должен быть сбалансирован. Я и мой хвост Учимся понимать животное Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова